Работа над проектом по созданию в Заречном территории, опережающего социально-экономического развития, выходит на финишную прямую. Глава города Олег Климанов, первый зампред правительства Пензенской области Андрей Кулинцев и министр экономики региона Сергей Капралов провели выездное совещание на площадках, определенных проектом под размещение резидентов. В ходе совещания обсуждались вопросы готовности проекта ТАСЭР и возможности привлечения средств Фонда развития моногородов для реализации в Заречном инвестиционных проектов. Работа не прекращается. Практически каждый день ведется подготовка соответствующей документации, работа с Министерством экономического развития Российской Федерации, работа с Фондом развития моногородов. И мы понимаем, что сегодня моногородов Российской Федерации много, заявок и желающих тоже предостаточно, и нам необходимо быть впереди многих и многих, для того, чтобы те ресурсы, которые выделяются на сегодняшний день на эту программу, мы успели туда попасть и эти деньги на развитие Заречного получить и освоить. О своей готовности принять участие в реализации проекта территории опережающего социально-экономического развития заявили уже семь так называемых якорных резидентов. С ними заключены соглашения о намерениях. В ходе совещания были проинспектированы площадки, на которых могут быть размещены производственные мощности возможных участников проекта. Территория в районе завода ЖБИ за периметром города и зона за площадкой «Сигнал» на восточной окраине Заречного. Участники совещания отметили высокую готовность проекта ТАССР. Эта работа уже выходит на свою финальную стадию. И мы сегодня наш объезд организовали с той целью, чтобы посмотреть и подготовить визиты специалистов Министерства экономического развития, которые планируют к нам приехать на следующей неделе, чтобы уже принять окончательное решение по подготовке, постановлению правительства, по созданию торг на территории города Заречный. Ожидается, что соответствующее постановление правительства России будет принято уже в следующем году. Станислав Корякин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».